Развитие системы мер поддержки семей с детьми в Тверском регионе рассмотрено 27 мая на заседании областного управительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Он отметил, что за последние годы в нашем регионе сформирован целый комплекс мероприятий по работе над данным направлением. Основной упор на молодые и многодетные семьи. Нынешний год объявлен в России годом семьи. Дан старт одноименному национальному проекту. Его ключевые направления — повышение качества жизни граждан с детьми и рост рождаемости. Сегодня в Верхней Волжье каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. Это свыше 57 тысяч юных жителей региона. Губернатор обозначил главную задачу — обеспечить такой уровень поддержки, чтобы молодые семьи были ориентированы на рождение детей и становились многодетными. В нашей области фиксируется многолетняя тенденция роста числа таких семей. Сейчас их в регионе 18 730. В том числе тренд сложился благодаря разносторонним направлениям поддержки, которые регулярно обновляются. Кроме тех мер, которые мы уже сами знаем и привыкли, там, школьная форма, сейчас рассматриваются вопросы дополнительные о новых мерах поддержки. Это, прежде всего, решение жилищного вопроса. Вторая, наверное, ключевая тема — это возможность для детей получить хорошее образование и трудоустройство. Так, 841 молодой семье с 2019 года предоставлены сертификаты на приобретение жилья. Более 740 за прошедшие четыре года получили при рождении детей выплаты на погашение ипотеки. Строится учреждение образования. Новые школы в нынешнем учебном году начали работу в Твери, в селе Тургиново Калининского района. Возводятся объекты в посёлке Максатьха, деревне Вахонина и в селе Дмитрового гора Конаковского округа. Это также льготы при поступлении в учебные заведения. Это дополнительные выплаты, которые сегодня организованы. Это возможность по ипотеке улучшить жилищные условия. Но, наверное, главное, о чём мы сейчас должны сказать всё-таки, это образование и летний отдых. Это возможность посещать заведения культуры, спорта на безвозмездной основе. Отдельное направление работы — сопровождение семей в особых жизненных ситуациях. Действует сеть центров, куда по различным вопросам могут обратиться родители и их дети. Работают семейные клубы для активного досуга. Функционирует детский телефон доверия. Особая поддержка обеспечена будущим мамам. В том числе через проект «Здравствуй, мама» совместно с фондом «Женщины за жизнь». Например, представительницы прекрасного пола могут обратиться на горячую линию за консультацией, имея помощью. Также действует социальный контракт для открытия собственного дела, развития хозяйства, поиска работы. В прошлом году с семьями было заключено более полутора тысяч таких договоров.